Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 2 ноября 2016 года среда. По одному из современных календарей, по одному из старинных второй день месяца Новых Даров, 7525 лета, неделя. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Русская Лапландия. Места силы». Автор-соведущий Николай Иванченко. Здравия, Николай! Добрый день! Итак, надо, наверное, нам представиться перед нашими радиослушателями, рассказать немножко о себе и, в общем-то, чтобы для всех, кто нас слушает, стало понятно, чем ты занимаешься, почему такая тема интересная выбрана, и что же такое «Русская Лапландия», и почему именно в ней места силы, о которых мы будем говорить. Пожалуйста, представляю микрофон. Благодарю. Значит, ну, как повторюсь, зовут меня Николай. Я, в 68-го года рождения, так для понимания. Биоэнергетикой я увлекаться начал, можно сказать, что еще со школы. Мне все было интересно. Почему? Что? Как? Я не так верил докторам и всем остальным этим. Меня всегда тянуло к природе. И на мою удачу лет 10 назад я познакомился с интересными людьми, которые и показали мне, что значит настоящая природа. Не вот эти потемкинские деревни, в которых мы джунгли там каменные, как вот мы сейчас живем в городах, а вот именно живую маму-природу. Когда просыпаешься, красота вокруг, никого нет, ни толчи, ничего. Конечно, это нельзя так сказать с полной уверенностью, что нет вот эти места, скажем, только далеко. Они есть и где-нибудь тут, может быть, и в Подмосковье, но там это все совершенно по-другому воспринимается. Вот мы говорим сейчас про Лапландию, про Кольский полуостров, про ту красоту, которую невозможно даже передать словами. И каждый поход в эти места, он всегда разный. Первый поход, когда вот мы ходили, снег еще не сошел, мы пошли по снегу, одни восприятия, но мы не мерзли. Нам не было холодно, спален в спальниках прямо на снегу. Потом все за недельку там у нас потеплело, купались в водопадах. Да, на Кольском есть водопады, есть сейды, есть красота, есть озера. Просто безумные красоты. Второй поход, который мы делали, совершенно другой маршрут, совершенно все по-другому. То есть нельзя сказать, что вот я приеду на Кольский, похожу, посмотрю, и я все буду знать. Нет. Кольский – это многограммная книга, которая с каждым посещением открывается все новым и новым видом. Скажем, те места, которые виделись в первый поход, во второй поход мы даже найти не смогли. Да, вот маленький там кусочек, там километр на километр, мы этот камень найти не смогли. Не хотел, чтобы мы его видели. То есть все оно как бы такое живое, обоюдное. Нельзя сказать, что там человек, хозяин и все. Надо всегда понимать. Ну, значит, зачем-то там не нужно это было. И когда коллектив у нас дружный, и понятно, что это все идет на высоком уровне, без всяких там сигарет, бутылок, каких там мусора и всего остального. Как бы стараемся жить и вести себя в гармонии с природой. И должен сказать, что вот любое восприятие, да, вот оно, пространство, сразу это вот любые действия вами, вами оказанные на этом пространстве, будут заметны другими людьми, которые готовы воспринимать тонкие ощущения тонким планом. Мы проводили определенные работы по очищению, гармонизации пространства, там, все, да. И как было странно, что спустя две недели другая группа пошла и говорит, а мы увидели там вот поток энергии, там вот все такое, вот интересно. Пошли туда, нашли ваши эти самые места. Вот надо же, а я даже и думать не мог об этом, что оказывается любые действия вот так могут о себе оставлять следы, что другая группа не, как бы, знала, что мы где-то идем, но она вышла именно на те места, на те районы, нашла именно то, что мы делали. То есть это вот, как говорится, многие думают, а здесь никого нет, могу делать, что хочу, могу ругаться, могу там пить, гулять, там, что хочу. Нет. Все записывается пространством, все это видно, все. И любые другие люди, как говорится, они все это увидят, все это почувствуют, все это осознают. Поэтому пустоты ее, это мнимость, наличие пустоты, пустоты не существует. Все заполнено до предела. Как говорится, никто ничего своего не отдает. То есть получается, пустота, она только для тех, кто не ведущий человек, не понимает, что это такое, да? Да. Именно так. Я вот говорю, для меня это было самого большое удивление, когда люди сказали, а мы нашли, где вы были, мы увидели это. Поэтому пустоты ее нет. Везде что-то присутствует. Везде все есть. А вообще биоэнергетика, вот такой вопрос точняющий, биоэнергетика. Сейчас кто только не говорит о биоэнергетике. И, может быть, стоит немножко уточнить, какое направление в биоэнергетике, вот тебе интересно, чем ты занимаешься и чем занималась твоя группа? Ну, скажем так, мы чем занимаемся? В основном мы сразу скажу, что мы как бы верим маме природе. У нас нет там никаких, как говорится, религиозных предрассудков. Кто во что хочет верить, тот во что пусть и верит. У нас есть мама земля, солнце, ветер, наши русские боги. Даже я всегда так говорю, ребята, вот много можно спорить, кто является русским богом. Да не парьтесь вы об этом. Вот просто скажи, мы русские люди, русские, но тогда давайте славить наших русских богов. Кто против? Никто. Все. То есть тут все снимается. А уже, поскольку нас дали слишком много знаний, лжезнаний, увлечений, поэтому сейчас найти ту истину, что действительно является русским, исконным, что не является, это очень сложно. А вот эта формулировка просто русские боги, они откликнутся. Мы их дети, они всегда придут и приходят к нам, даже видишь ты, не видишь ты. Это уже другие детали. То есть как бы тут как это, незнание закона не освобождает от последствий. Так и тут. От ответственности. От ответственности. Все равно они есть. То есть твое принятие или непринятие не способно тому, что они раз и испарились, их больше не... Нет, этого нет. Это ты себя можешь оградить, сузить. И поэтому здесь многие проблемы, они чисто надуманные, потому что мы удаляемся от наших корней, от того, что он нас подпитывает. Просто вот даже славы, как бы мы проводим славу нашим богам, там, англубные энергии. Даже люди, которые первый раз в жизни становятся в круг сначала думают, ну ладно, поприкалываю сейчас с ними, просто так постою, посмеюсь. Их иногда настолько сильно прошибает, что они даже... На них смотришь, и это вот этот вот человек говорил, что он ничего не чувствует, это вот этот человек мне вот сейчас говорил, что он ничего не видит, а он потом подходит и говорит, а вот тут было вот это, а что это? То есть, понимаете, как бы многие просто открываются во всех этих чистых местах. Почему? Потому что там минимально чужеродное воздействие, чистое пространство. Мама природа максимально помогает во всех тонких телах, в светлых пробуждениях, там. Она просто поддерживает, потому что мы все ее дети, а какая мать не любит своих детей? Конечно, она будет помогать максимально. То есть, пробивает людей, да, даже которые не верят? Ну, люди просто стояли, смеялись, а потом так это, а он и не знал, что он, кажется, видит, или слышит, или там чувствует, у меня тут холод, у меня тут током било. Он держался за руки, а его током било, как будто он пальцы в розетку засунул, да, просто говорит, ну, так не бывает, как это так? А при этом, что он отдает отчет, что он стоит в кругу, и никаких электроприборов, ничего нет, просто мы стоим вместе. Ну, хорошо, биоэнергетика, она есть воздействие при помощи каких-то подручных средств, есть при помощи рук, есть при помощи мысли. В данном случае, что производилось, какой, если это можно назвать, конечно, обрядом, какие действия? Здесь мы стояли круг, колы, держали друг друга за руки и производили славы русским богам, слава маме земле, слава нашему солнцу, родам нашим, звездным, нашим предкам, нашему будущему светлому, то есть, здесь просто идет славление, но каждый человек это генератор, а когда мы объединяемся в коллектив, наши силы умножаются многократно, здесь подключаются и наши боги, потому что мы же как говорим, мы вот ставили там все, кто славит русских богов, присоединяйтесь к нам, и вы понимаете, вас уже не двое, не пятеро, не десятеро, на фантомных планах, на тонких энергиях, с вами уже миллионы сущностей со всего космоса приходят, то есть, это уже совершенно другие энергии подключаются во славу наших предков и родов, и дальше вот идет, вот эти вихри закручиваются. Я вот так сейчас предполагаю, что найдутся люди, которые скажут, ну вот опять язычники набежали, тут начинают говорить про свои языческие обряды и камуфлируют под биоэнергетику. Что таким людям можно будет ответить? Язычество, язычество, это не есть религии, это мировосприятие, то есть, если я вижу солнце, то я его одухотворяю, я вижу маму землю, я ее одухотворяю, но я не бьюсь, не молюсь, не это, не пятого, мы просто существуем в данном пространстве. Я вижу, иду в метро, я вижу людей, мы здороваемся, толкаемся, то же самое, почему я не могу воспринимать солнце, как живого человека, почему я не могу воспринимать маму, природу, все это реально, все это возможно, то есть, если мы готовы воспринимать так, то мы, ничего я в этом плохого не вижу, ну, по крайней мере, я, как бы, здесь вот. То есть, фанатизма никакого нет, каких-то там обрядов страшных нет, просто здесь идет взаимодействие с природой, получается. Да, чисто взаимодействие с природой, то есть, у меня нет такого, что я встал в 5 часов утра, пошел туда-то, я делаю то-то, теперь я лег спать, там, это, у меня нет никакого графика, я просто, там, занимаюсь своими делами, там, какими-то, 5-10, ну, сейчас пришла, свободная минутка, так, ну, что, полодерничать или пойти что-нибудь поделать, ну, пойду что-нибудь поделаю. Раз, прославил, посидел, помедитировал, там, пообщался, там, да, вот, работа прошла, потом поехал куда-то, там, да, например, там, да, там, выезжаем, там, за границу, там, 5-10, вот, на Крите были, да, думаю, ну, что делать, ну, скучно тут, ну, море, да, ну, жарко, да, ну, и что, вот, я раз, начал, там, камни-волтузить, перунов делать, и думаю, это все знают, что там, это, ну, да, да, и вам не хворать, то есть, понимаете, как бы, кому, чего, никому не мешаем, никому ничего не навязываем, просто каждый делает свое дело, кто, как бы, что считаешь, что нужно, что тебе твоя душа подсказывает, тем и занимаемся. А в группе были люди, которые себя причислялись к какой-то религиозной секте, или религиозному отделению, или религиозному течению? Вы знаете, как бы, кто-то, конечно, во что-то верит, с нами был, и там, вот, христиане, да, вот, но они, как бы, нас объединяет, что? Слава Руси. Здесь, как бы, хоть ты христианин, хоть ты язычник, хоть ты там, кем-нибудь, мы живем на русской земле, как бы, здесь это нас объединяет, не будет славной Руси, всем будет плохо. Поэтому мы, никому не, ну, хочешь ты в это верить, но верит, твое дело-то. Каждый отвечает за себя сам. Мы не навязываем. Я не, хочешь, принимаешь данное миропонимание, не хочешь, но это твое дело. как бы, я, если я буду кого-то переубеждать, я беру на себя ответственность. Зачем? Каждый берет на себя ответственность. У него какие-то свои уровни, свое там, миропонимание, у него все по полочкам разложено. Зачем я приду все ломать? Придет время, согласится, примет мое, не согласится, останется на своем. Как бы, тут нельзя настаивать в этом плане. Согласен, согласен. Но здесь возникает вопрос. Понятно, когда человек пришел на природу, независимо от того, кем он себя называет, к какому религиозному течению или прикрепляет, или не прикрепляет, относит или не относит. Понятно, на природе здравствуй, солнышко, здравствуй, реченька, здравствуй, мать-земля, здравствуй, дерево, листочек и так далее, ежик, наконец. Вот это одно дело. А когда уже производится славление богов, вообще произносится слово боги, то это может все-таки каким-то конфессиональным взглядом противоречить. Вот я с этой точки зрения спрашиваю, не получалось ли так, что человек стоял, говорит, да вы тут что, ладно, там поздоровались с солнышком, еще куда не шло, вот оно, понятно, да, ладно, там с землей поздоровались, тоже понятно, но вот отсюда энергия там прет, да, тоже понятно, но зачем мне как-то там какие-то боги, у меня вот там Иисус или Магомед или кто-то там еще, к примеру, к примеру. Ну, я вам скажу так, когда люди стоят в кругу, будь они хоть мусульмане, хоть христиане, когда они начинают чувствовать потоки энергии, которые вот так вот, у них как-то вот не возникает вот таких вопросов, то есть мы как-то все вот продолжаем работаем и все как бы каждый во своем. Если, конечно, бывают люди, которые, ну, как бы это не его, он просто пришел до конца, ну, пожалуйста, мы его не зовем, не тащим в круг под конвоем, нет, пожалуйста, он просто сидит там у костра, отдыхает, наслаждаешься природой, там, просто он не участвует в данном мероприятии, но он все равно это ощущает. То есть слияние с природой все равно происходит? он все равно это чувствует, он потом, мы возвращаемся в лагерь, вы знаете, вот в этот момент, вот что-то вот, так солнце играло, так это было, так то было, вот так вот, такая благодать была, я так сидел у костра, мне так было здорово, но мы-то понимаем, что это как раз так, и вся вот эта энергия, когда мы проводили работу, она распространялась по данному территории, насколько далеко она уходила, насколько сильно потоки были, как это проходило, там, не берусь там говорить, там, все это, но, если люди полностью, вот такие атеисты, закоренелые это чувствуют, но, для него это было просто солнышко из-за тучки выжило, и слава богу, пусть так и будет, когда-нибудь, может быть, он поменяет мнение, нет, так это, как говорится, каждый должен дойти до всего сам. Ну, понятно, морковку не надо тянуть за ботулу, чтобы она быстрее выросла. Хорошо, а как вообще проявлены места силы, и как их находить, как вот идет человек в группе, говорит, о, стоп, вот тут место сила, или нет, говорит, нет, на карте, на карте нарисованы. Вот так это происходит, как вы вот сейчас сказали, идешь, идешь, вот так вот, опс, ребята, стойте, мы ходили по этому месту, ну, там, до меня ходили, там, лет пять люди, да, вот, я иду, говорю, слушайте, а это ж портал, все повернули, да, портал, вот люди ходили пять лет, да, допустим, но, я заметил портал, да, кто-то другой идет, оба-на, стой, смотри, а вот здесь вот что-то тянет, меня зовут туда, приходит, мой, смотри, а тут камень какой-то непонятный, что это там такой ровненький, какой-то весь такой прямоугольненький, а что это за камуши-то, оба-на, тоже что-то такое, вместо силы какое-то энергетическое нашлось, а другой человек говорит, слушайте, я сидел у Костроми, а что-то раз ноги пошли туда, а там из камней спирали выложены, и вот, то есть, вот так, кого, куда, какие энергии зовут, тот находит, потом мы это все встречаемся, Костроми бегаем, там быстренько смотрим, думаем, удивляемся, смотрим, что это, зачем это, и как это, действительно, на что это работает, то есть, вы правильно говорите, это не то, что там вот есть карта, да, есть сейды, да, вот они как бы уже давным-давно изведанные, все, вот он сейд, вот он там стоит на трех камушках, огромный булыжник, да, его издали видать, а есть другие места силы, которые и не видно, они под мхом, а вот только ты мхом, мх чуть-чуть тронешь, и то вот тогда ты думаешь, ух ты, камушек, другого цвета, смотри, какой энергии от него идет, как он вот, оба, очистка пошла по телу, энергии какие-то другие в тело входят, то есть, все вот эти вот моменты, они проявляются, как бы, людьми, и, как бы, вот на эти места карт-то никаких нету. Ну, вот прозвучало слово портал, что такое портал, наверное, надо объяснить в твоем представлении, и куда этот портал или эти порталы могут кого-то привести? Ну, порталы, понятно, что другое измерение, если, скажем, это каменный портал, порталов бывает великое множество, к сожалению, нами, русичами утеряно, как бы, мы только видим, мы чувствуем энергии, мы можем понимать, рабочий портал или нерабочий, допустим, да, но управлять так, чтобы спокойно туда бегать, прыгать, и куда он идет, мы это ничего уже не помним. Портал, это такой портал, казалось бы, каменная стенка. Обрыв связи. Так, у нас прерывание связи, насколько я понимаю. То есть, это своего рода вот такое прерывание пространства и изменения. То есть, ты входишь, можешь войти в камень, можешь войти в дерево, можешь войти в воду, то есть, это такая система, которая была на земле. К сожалению, сейчас я говорю, многие знания эти, вот они так утеряны. Это надо заново все искать, восстанавливать и учиться. Русская Лапландия, вот это надо расшифровать. Что это такое, Лапландия, и почему русская? На Кольском есть, как бы, такое мнение, что гиперборея, это не случайно, как бы, она именно имеет место к Кольскому полуострову. Да, гиперборею могут искать где угодно, могут на дне, где угодно, но, как бы, есть такое мнение, что остатки гипербореи, это как раз и на Кольском полуострове. Когда мы бродили там, казалось бы, по пустыненным таким местам, мы находили странные камни, которые, ну, однозначно были рукотворные и имели отношение к строительным сооружениям, потому что все мы видим, как дома панельные строятся, какие там пазы выбираются, как это все делается, и мы понимаем, что камни от холода и воды так не колятся. Такие закругленные правильные формы, радиусные выемки, пазы, они не образуются. Значит, это говорит о том, что были поселения, были, и многие, как бы, находят другие подтверждения, что гиперборея, да, наша, русская здесь, а мы ее остатки. То есть, приходилось встречать конкретные остатки строений, то в этом случае необходимо тогда понять, что за строения, какого они были, вида, если это, конечно, можно сейчас рассказать, и какого были примерно размера? Ну, скажем так, вот, размеры были разные, скажем, плиты, такие, как вот, превосходящий новодел Стоунхенджа, вот, то есть, там неподъемные ровные плиты с выбынами, там, да, вот, с пазами, и, как вот, делаются там, скажем, двери, там, вот, все вот это вот, каменные двери, каменные такие вот, бойницы, все это вот, оно присутствовало, то есть, размеры, как бы, с человеческий рост и больше, и меньше, то есть, тут формы, все, как бы, оно, понятно, что, как бы, за столько времени это все разрушается, но отдельные моменты параллельности, гладкости, обработки, и иногда даже думают, что, ребята, какие это горные породы, это обыкновенный бетон, просто бетон того, тогда был такой бетон, наверняка, это все вот так отливали, а просто у нас сейчас бетон другой консистенции, поэтому, но по структуре разрушения, осыпания, вот как это наш бетон крошится, и те структуры, они равносильны, нам говорят, что это, извините, это вот горная порода, такого-то залежания, такого-то там периода, но во все это совершенно не верится, как бы, сразу думаешь, ну да, вот так вот она порода, отложилась вот, под прямыми углами, с рыбинками, фасками. Причуды природы. Хорошо, а тогда такой вопрос, когда это все могло быть, когда все это было, почему это все время, почему это все разрушено, к примеру, и сколько примерно времени вот этим всем остаткам построек? Вы знаете, это такая тема очень интересная, и очень сильно будет длинная. Почему объясню? Потому что, когда разбирались, ну, я просто читал, так тоже интересовался этой темой, и нет никакой уверенности, верить хоть каким-то хронологическим данным, или чему-либо там, историческим каким-то событиям, поскольку у нас на большом протяжении нашей территории нет ни одного более-менее дерева, которое бы могло расти, там, скажем, более, там, трехсот, пятисот лет. Потому что все какие-то деревья молодые. Вот видите ли, там секвойя какая-то в Америке есть, а у нас таких почему-то нет. В определенных районах вообще, как будто все заново выросло. И когда появляются новые, там, линогравюры, там, это упоминание о Тартаре, и все. Обрыв связи. Тут даже будет неблагодарным делом какие-то сроки устанавливать. Хорошо, я думаю, что об этом можно будет поговорить как в следующей передаче. Но, в общем, древнее. Почему я это спросил? Потому что многие исследователи ссылаются, к примеру, на Египет, на какие-то ближневосточные постройки. И говорят, ну, вот там же сохранилось все. Вот там есть. Мы можем взять, измерить, взять камушек и посмотреть, к какому периоду он относится. А вот, то, что касаемо на севере, на Кольском полуострове, здесь одни камни остались как-то развороченные в стороны. И вот здесь ничего непонятно. Почему, на твой взгляд, вот такое отличие? Ну, если тут были какие-то постройки, то в этом случае в ответ для ученых они должны бы были как-то сохранять какие-то периметры, там, стенки, еще что-то. Так же, как это на Ближнем Востоке и так же, как это в Египте, например. Ну, скажем так, вот, если говорить про углеродный анализ или там радиораспада, то там все умалчивают про погрешности, которые допускаются при этих анализах. В какую сторону ты на строчке дашь, туда погрешность твоя уйдет. Поэтому здесь с одного и того же периода можно снять экземпляры к разным временным рамкам. Поэтому эти вообще, как бы, и когда в тех же пирамидах, если мы, да, вот сейчас вернемся, там же тоже очень много вопросов, только их никто не задает. Как эти пирамиды делались, как они что, всем нравится какой-то вот это рабский труд, непонятно о чем. Хотя и находят повторяющиеся отпечатки на блоках, как будто их заливали в опалубки, находят следы от инструмента, болгарок, там фрезы, следы от сверл, но тем не менее об этом тоже нигде не говорят, всем нравится, что это был рабский труд. Но я всегда как бы придерживаюсь с той мнения, что как бы наши предки, они были намного цивилизей, более продвинутые нас, и было что-то, было где-то какая-то возможная катастрофа или вторжение, и вот эти наши знания, так как раз они и были утеряны и утрачены. Как говорится, уничтожать это намного интереснее и забавнее, потому что не будем далеко ходить, много тут сейчас всяких кланов и всего прочего, которые выполняют свои какие-то непонятные идеи, поэтому я думаю здесь самое главное, что удалось увидеть что-то необычное, и это огромный большой плюс, значит кто-то что-то проглядел, а ты не прошел мимо, вот это самое ценное в этих всех событиях. Я хотел уточнить, не является ли указанием одинаковые принципы строения, сверления, нарезки, укладки, в конце концов размеров на то, что и на севере, и на юге, в данном случае Кольский полуостров, и где-то там Ближний Восток, и Египет Северный, что это все принадлежало когда-то единой цивилизации, единой может быть даже державе, и строили какие-то одни и те же рода. Я согласен с данной теорией, скажем так, даже я скажу по-другому, что это была единая монокультура, ведь смешно становится, что кто расшифровал иероглифы Майя русский, наш человек с Питера, кто расшифровал фесский диск скрит мы русский с помощью нашего русского языка. Ребят, зачем тогда закрывать глаза на очевидное? Русский язык своим многообразием только одних согласных звуков он может давать начало всему. Язык, который имеет меньшее количество звуков, он не может быть родителем чего-либо, потому что он не может не считать, потому что у него и так все отобрано. А у нас мы могли давать, и поэтому здесь я согласен с вашим предположением, что и многие независимые археологи говорят, что была культура, где был поток, вот шли Аркаим тот же наш вспомнить, который был задолго до Египта, где было все, как говорится, и канализация, и водоснабжение, все было. Город городов называли его. Там много, не один город, а там множество городов было. Поэтому здесь я с вами соглашусь с этим положением, что да, действительно была одна, один народ или много народов, но была по крайней мере одна культура, объединяющая нас всех. И это логично, чем это удобно общаться, удобно во всем. Ну, то есть современным языком это называется больше как принято цивилизация, единая цивилизация. Да, единая монокультура, пространство. Хорошо, ну вот когда разобрались, теперь можно дальше продолжать. Итак, мы, напоминаю, разбираем русское Лапландие, места силы, такова наша тема. Николая Иванченко, кто там присоединился к прослушиванию, напоминаю, автор-соведущий. И здесь, наверное, также важный вопрос для себя уточнить, ну мне во всяком случае. Вот есть места силы? Прозвучало слово усилить, активировать. Для чего, с какой целью необходимо провести именно ритуал на месте силы для того, чтобы его активировать или активировать какие-то свои силы? Я постараюсь вот как бы от простого пойти, да. Допустим, ты замерз. Для этого что нужно? Ну, руки в тепло положил, руки согрелись. Отлично. Я прихожу как бы вот для чего нужно славление? существует много космических законов. И один из них, вы помните, закон сохранения энергии, и ничего не берется ниоткуда. И прекрасно понимаешь, что если ты что-то просишь, и тебе это дадут, то за это надо будет когда-то чем-то отдавать. Так не бывает, что только в одну копилочку все падает, падает, и просит, и дают, и просит, и дают, а отдавать-то ты чем будешь? Буржуев сейчас нормально, сейчас в одну копилочку там падает, падает и падает, это как бы нормально. В нашей цивилизации это все вот в одну харю все идет нормально, хорошо. Ну, они же думают, что они живут только в этом, один на одну жизнь. Отвечать придется там, да, здесь берешь, отвечаешь там. Да, 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 то есть какую шкурку им дадут, там непонятно, и какие условия жизни, проживания они получат в следующий раз, это тоже уже их проблема. Они же придут там в рот свой, и рот их спросит, мы вас послали за одним, вы сделали другое. Вот. И когда начинаем славить, понятно, что прославив маму землю, ты отдаешь часть тепла, часть энергии от себя, и после этого ты можешь как-то там усиливать уже эти, направлять эти энергии на очищение, на оздоровление. Как бы, когда мы проводим работы, все чувствуют, как эти энергии ходят по телу, то есть мы становимся единым генератором, и если эти энергии проходят по нам, а, как говорится, ну, как резонанс, вызвать резонанс, подтянуть на себя энергии, ведь многие люди будут проходить мимо тебя, ты увидишь своего друга, он будет проходить мимо тебя, но если ты его позовешь, он приедет тебе. Вот эта активация, которую я говорю, это и есть зов предков к себе, чтобы они обратили на тебя внимание, чтобы они поняли, что да, вот сын наш, он нас видит, да, есть возможность там оказать помощь, посмотреть. Я часто говорю то, что мы можем, но не знаем, а наши предки знают, но не могут, потому что у них нет физических тел, они в тонких, а мы наоборот. то есть здесь через вот эту активацию мы сливаемся потоком сознания, знания, то есть мы можем подчеркнуть на том уровне, на котором мы готовы принять ту или иную информацию или энергию. Предвижу еще один вопрос, наверное, такой, зачем куда-то ехать, зачем тащиться на Кольский полуостров за 3-9 земель, искать там места силы, неужели где-нибудь там под Питером, под Москвой, в Барнауле, в конце концов, на Дальнем Востоке не найти свое место силы и там славить предков, общаться с ними, питать энергией и так далее. Можно так, да, великолепно, можно, но не стоит забывать про побочные эффекты, сколько здесь всевозможных вышек, все идут эти побочные психотроника, воздействия, все эти моменты, ваш организм частично будет защищаться, постоянно находясь находиться в определенном стрессе. А когда ты находишься там, ты первый раз в жизни так это скажешь, а почему так тихо? Ты будешь слышать свое биение сердца, не будет ни одного гула, не будет ни одного там какого-то непонятного звука. Если будет белый шум, то это будет белый шум, исходящий от ручья, который шумит, и ты понимаешь, что это живой поток, а не звук от какого-то холодильника соседа или стиральной машины, или потока машин, искусственного. А тут все живое, чистое. Безусловно, эти действия можно проводить и в городах, но эффект максимальный, более такой легкий. то есть это, понимаете, для раскрытия своих там каких-то потенциалов, для продвижения, для ознакомления, для показания вот так вот, без напряга, что, как оно существует и как оно должно быть. Это легче всего делать на природе, не в городе. Да, можно в области где-то, что-то как-то, но не в каждой области, не в каждом месте в природе, там, в лесу будет энергетическое место. Оно же не на каждом углу напичкано. на тех местах, да, приходишь, мы там находим. Вероятно, там были множество городов каких-то, которые сейчас разрушены, все это. И вот эти вот остатки воздействий, все это идет благодаря тем остаточным проявлениям. Поэтому они помогают нам. Кстати, не было еще ни одного случая, чтобы вот кому-то это повредило, еще не было такого ни одного. Наверное, будет нашим радиослушателям интересно услышать, были ли какие-то интересные моменты, ну, кроме того, что славления проводились, какие-то обряды проводились, какие-то непонятные, загадочные моменты, встречи в походах. Были встречи, когда мы шли тропой, ну, как обычно, идем, там, снег, не снег, ну, вот это был наш первый поход на Кольским, вот, мы шли по тропе, и первый человек, который идет, то есть впереди него никого нет, он остановился, так, ну, мы подходим, 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 уже толпа собралась, что он разглядывает, и начинаем рассматривать след человеческой ноги, только размеры 50 с локоть, с локоть, представляете? Такой снежно-человеческий след, да? Да, да, на снегу хороший след человеческой ноги размером с локоть, видно все пальчики, вот пять пальцев, как у нас, вот точно так же пять пальчиков эти вот они есть, мы так посмеялись, назвали этого снежного человека снежком, вот, как говорится, мы тут не одинокие, и как бы вот такое, да, вот было, потому что даже если бы кто-то был, даже если бы это был след нашего размера, да, уже было бы интересно, почему два следа есть, один такой слабенький, уже так это истлеп, ну, солнце, как раз уже мы возвращались, и солнечные лучи уже подтаптывали, так он оттаивал снежок на изгибах, а второй был в теньке, он остался целеньким, и вот как так получается, вот ты идешь посреди снега два следа, вот, да, остальные следы где? Что вот так вот на воздушном шарике тебя опустили, ты сделал, потом раз, опять так на воздушном шарике ушел, да, нет, то есть вот мы походили вокруг следов, да, то есть получается, наверное, какими-то прыжками как-то вот это все существо снежного человека перемещалось, и мы вот так вот наткнулись на его след. Я как-то себе представляю мультик про Карлсон, где там Фрэкенбок смеялась, а я сошла с ума, какая досада, вот смех такого плана был? Нет, ну просто мы как раз таки понимаем, что мы далеко не одиноки, и что за нами наблюдают, и реальность снежного человека действительно существует, они как бы обладают большим во многом силой, разумом, чем как бы так принято, многие считают, что это вообще там типа обезьяна какая-то где-то как-то прыгает, там что-то какая-то вот скрывается, да, они как раз таки пользуются порталами, перемещаются, могут менять диапазон своего видения, поэтому не так-то легко и глупая затея устраивать на них облавы, если снежный человек не захочет, никто никогда его так особо-то и не найдет. А вот этот снежок потом в гости не приходил, там не общался, нет? В наш поход нет, не приходил, нет, кстати, когда такая вот маленькая деталь, да, когда становишься на след, ведь многие говорят, вот встал на след, а что такое значит встал на след? Это в прямом смысле становишься на след. Ты через остаточную энергетику можешь понять, где находится хозяин этого следа. И как раз таки мы поняли, что он, да, недалеко от нас, где-то 500 метров, есть люди чувствующие, понимающие, как бы, да, вот он тоже нас рассматривает, изучает, зачем пришли, что вы тут делаете, чем занимаетесь, то есть, тоже вот такой небольшой контакт как бы был. Поэтому здесь, когда нас остались как бы так в памяти там многие выражения, да, но истинный смысл мы их не понимаем. Ну, а вообще было желание пообщаться с этим существом, там, призвать и сказать «Снежок, красавчик, давай приходи к нам чайку попьем, около костра посидим». Вы знаете, нет, такого желания у нас не возникло, потому что все-таки, скажем так, мы не Гарри Поттеры, волшебных палочек у нас нет, да и степень нашего как бы вот такого образованности, культуры, поведения у нас еще, ну, позовешь ты его, а что ты спрашиваешь? О чем? Как живешь, друг? Как тут тебе не холодно? Может, палатку у тебя ставить, спальничек там? Ну, мало ли там, у нас народ добрый, радушный, продукт может дать. Нет, я думаю, здесь как раз-таки просто ни у кого у нас не возникло желания, как-то мы так подумали, что все-таки может он смотрящий или как там это проверяющий был, нас не трогает и хорошо. Все, как бы у нас своя работа, у него своя. То есть, мы вот, не было ни одного желания, как бы так вот, как-то, но почему-то у нас не возникло такого желания искать более тесных с ним встреч. Ну, не знаю, я бы с удовольствием пообщался с кого-то. Ну, расскажи, как тут живешь, там, что видел, что знаешь и так далее. Как живете, как живете, как семья, там, как дети, да, ну, есть о чем хорошим людям-то поговорить. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в чат на сайте Народного Славянского Радио. Для того, чтобы попасть в чат, вам необходимо набрать в любом поисковике Народное Славянское Радио. Дальше попадайте на сайт slavmir.org, ищите слово чат, нажимайте на него. Если регистрировались раньше, то логин, пароль свой припоминаете, входите в чат, общайтесь с друзьями, задайте вопросы. Если не регистрировались пока еще, придумывайте себе логин, пароль, указывайте какой-нибудь простенький e-mail для того, чтобы вам пришло сообщение о том, что вы зарегистрированы. Ну, и все. И главное, потом не забудьте свой логин и пароль для того, чтобы заходить в чат, когда вам скучно, грустно и некому руку пожать, или просто хочется поговорить с хорошим человеком. Мы можем прерваться на музыкальную паузу для того, чтобы перевести дух выпить чайку и перейти уже к вопросам, которые появляются в нашем чате. А можем продолжать без музыкальной паузы? Каково будет решение твое, так я и сделаю. Ну, можем продолжить. Сколько у нас еще времени? Ну, как говорил Пятачок, до следующей пятницы я абсолютно свободен. Замечательно. Сколько нужно, столько и будем разговаривать. Главное, чтобы тему раскрыть. Ну, хорошо, тогда начинаем зачитывать вопросы и, естественно, если от меня будут какие-то вопросы лично возникать у меня, я их буду между вопросами тоже задавать. Итак, первый вопрос пришел к Владимиру из Мытища. Николай, мы ведь люди серьезные, почти ученые. Чтобы не путаться, дайте, пожалуйста, определение используемой понятия места, силы, духовный мир, и живое пространство. Интересно. Место силы. Любое энергетическое место, на котором их достаточно, но они не проявлены каким-либо. Там, под местом силы, можно понимать любое место, где есть выход определенных энергий. Эти энергии могут быть не обязательно всегда положительные, они могут быть всегда, иногда и нейтральные, иногда и губительные, то есть, как вдох-выдох. Не всегда будет положительные, поэтому не стоит, но это все равно будет место силы, для чего там они, или они нужны. Оно может выглядеть как размером, маленьким, скажем, окружностью, или более большой площадью, и, может быть, как стационарном, всегда будет находиться в одном и том же месте, или в зависимости от определенных циклов, там, годовых, или, скажем, суточных, оно будет перемещаться по какой-то траектории, то есть, у него не будет постоянной какой-то точки привязки. Так, второе, что человек хотел? Потом духовный мир и живое пространство. Живое пространство, духовный мир. Ну, вообще-то, мир вокруг нас весь живой. Я просто, когда занимался биоэнергетикой, когда я через это и пришел, у каждого есть, у человека есть биополе. Но это не в том понимании, как там одно тело астральное, ментальное и так далее и тому подобное. Если любой человек попробует своей ладонью себя померить, стол померить, что угодно, на расстоянии пяти сантиметров он почувствует определенное поле. Это поле энергодвойника. Вот этим полем обладает любой объект нашего пространства, кроме мертвого. Трупы не имеют поля энергодвойника. Душа это не душа, я не буду этим не заниматься, я просто понял, как бы там был ряд моментов, когда было понятно, да, оказывается, табуретка имеет поле, значит, она живая. мы же не зря общаемся и с компьютерами, и машины там ругаем, да, вы подойдите пощупайте, а поле-то есть. Именно пять сантиметров там оно как-то, у человека даже по этому полю можно было определять диагностику по здоровью, там, где у человека боль, там не будет пять, там будет больше, то есть, где скрывается болезнь, но это энергодвойника, это отдельно, с чего я начинал, поэтому я говорю, что все проявленное и непроявленное, что мы можем видеть, потрогать, ощутить, оно является живым, оно обладает полем, за исключением только мертвых существ. Духовный мир, что это такое? Духовный мир у человека это как бы на мой взгляд не полезные какие-то там как бы устоявшиеся мнения, это то во что человека на что совесть, какая у него совесть. Если есть у человека совесть, то его духовность тоже будет высока. То есть, здесь напрямую они зависят совесть и духовность, духовность, духовный мир. Потому что человек бессовестный у него и дух будет низкий. Потому что совесть она много определяет. Я бы как бы эти понятия всегда держал рядом на мой взгляд. У нас в чате такая непринужденная дружеская беседа когда мы говорили про снежного человека про снежка Данил написал ну видимо если бы встретились у них наверное первая чакра бы раскрылась в кавычках. понятно в каком смысле. Ладно идем дальше идем дальше вопрос в эфир от Ярослава из Ногинска чем вредны 50 герц частота тока и нахождение его рядом с человеком оказывает ли на него влияние на его оказывает ли ну как-то на него скорее всего это влияние на его биоэнергетику? Ну про это много говорили что 50 герц нам да вредны что 60 герц которые у американцев там да вот в других странах там это намного лучше что там влияет ну скажем так нам выбирать не приходится поэтому что у нас есть то у нас есть всегда мы понимаем что есть если человек не будет стоять на месте а будет развиваться он всегда сможет нейтрализовать негативное воздействие того или иного излучения чтобы не оказывать глупагубное воздействие на свой организм вот здесь просто как бы этим нас хотят ослабить дополнительно ежедневно ежеминутно и телевизор и телефоны то есть здесь все идет вкупе то есть это единая планомерная работа определенных людей к сожалению ну наверное опять же наши радиослушатели некоторые задают все вопросы после этих слов а как же быть без телевизора как же быть без телефона это же удобно взял позвонил алё как дела да хорошо алё как дела плохо приезжай телек врубил там тебе расскажут как мы живем хорошо как они живут плохо есть порадоваться от чего есть погрустить почему ну и так далее в конце концов развлечься можно какого-нибудь там юмориста включил он тебя похихикает похохакает спокойно засыпаешь как без этого я понимаю я просто всегда вспоминаю про дельфинов за одну секунду выдавать информацию которая у нас на флешке не поместится для того вот мы сейчас вынуждены влачить такое существование что мы не можем без телефона мы не можем того мы не можем сего а я заниматься кто-то там мысли читать на расстоянии кто-то там что-то видит а почему свое тело свои способности вернуть он должен понимать что это все свои способности то нам это будет сигнал и никто его не прослужит никто его ничего не напрямую так и самое драгоценное у человека это время если у человека появится свободное время он будет много дум все новых программ шоу все нового отвлечения чтобы только люди не занимались одной простой мысли не думали а скучно не будет потому что если вы будете видеть те энергии русские отличаются от всех обрыв связи так у нас очень большие паузы стали поэтому я сейчас прерву связь поставлю музыкальную паузу и после этого достануя связь и продолжим наш эфир вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что сегодня 2 ноября 2016 года среда по одному из современных календарей второй день месяца новой дорог 7525 лета неделя с вами Алексей Орлов и Николай Иванченко нам рассказывает про русскую Лапландию места силы мы продолжаем отвечать на вопросы вот там немножечко нам связь помешала раскрыть на мой взгляд полностью вопрос по поводу того как же жить без телевизора и сотовой связи ну я понял что так приблизительно ответ был да вот и живите хорошо что без этого живете но вопрос неужели там на Кольском полуострове в тех местах где ходят экспедиции вообще ни одной нет вышки сотовой связи да действительно там ничего этого нет то есть для оленей там мегафон и билайн не предоставляют услуги нет 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 там как раз таки зоны покрытия никакой нет и все очень даже хорошо в этом плане это позволяет в полном мере отдохнуть от всех этих приборов их просто выключаешь за ненадебностью и про них больше даже и не вспоминаешь а случилось что как выйти на связь там 111 там набрать помогите пропадаю замерзаю там жрать нет нечего и так далее ну скажем так для этого момента всегда есть спутниковый телефон который просто лежит по его тарифам не особенно ты будешь разговаривать поэтому он лежит именно для таких экстренных случаев то есть в случае чего все-таки дозвониться можно да ну а в принципе как говорится люди мы как говорится с определенным опытом и в случае чего всегда можем оказать друг другу помощь и ноги быстрые всегда есть егеря до которых можно куда ну знаем куда добежать чтобы пришла помощь и связь была потому что как бы Кольский не казался по карте большой везде есть определенные как бы люди егеря которым можно добежать и они уже дальше там по своим каналам либо по рации либо по каким-то связям они окажут решиться вопрос ну то есть получается не только есть места силы но есть на этих местах сильные люди которые готовы прийти на помощь чип и дело спешат на помощь скажем чип и дело нет скажем все будет в твоих руках и все будет зависеть особенно там климат и погодные условия они не дадут расслабиться поэтому самая главная задача каждого кто идет в походе это не допустить никакой травмы с собой потому что есть вывих или что-то то это не просто он пострадал это уже тяжесть на всю группу поэтому здесь как бы все маршрут меняется все меняется все по-другому изначально маршрут выбирается всегда там ну что-то новое что-то там красивое где-то не всегда легкое где-то и рюкзаки вы понимаете там если мы там минимум как 10 дней оторваны от всех то и в рюкзаках лежит все там еда там спальники все эти вещи да и если происходит какая-то нештатная ситуация то значит маршруты все меняются уже по-другому все идет и что-то ты уже в этом период не сможешь по-другому как-то придется менять маршрут хорошо хорошо идем дальше какие вопросы всегда есть какой-то дежурный вариант как говорится настроен ну слава богу у нас пока еще не было таких каких-то вот ситуаций с которых бы мы не нашли выхода хорошо такой тоже интересный вопрос с моей точки зрения были ли какие-то рассказы от тех кто часто ходил и ходит о том что вот случилась такая беда и тут тот самый снежок или его друг пришел к нам на помощь и вот он помог нам что-то сделать или там предупредил о чем-то ну мало ли что какие-то такие истории ну скажем бывают такие вот ситуации только это не на Кольском было в Туве где мы ходили да когда продукты заканчиваются вдруг неизвестно откуда появляются люди случайные которых забирает вертолет и которым не нужны продукты и этих продуктов нам хватает до конца похода то есть вот такие моменты они да действительно присутствуют то что по мгновению волшебной палочки у тебя ничего не было поесть а теперь у тебя столько что ты не знаешь куда это все деть что касается как бы подсказок трудно сказать кто это подсказывает но иногда есть интуитивные понятия что намечали один час выхода а потом нет выйдем позже или скажем сегодня пойдем туда нет пойдем в другое место то есть меняется вот этот интуитивный настрой и в зависимости от этого планы могут серьезно поменяться если кто-то ощущение есть какой-то неприятности то как говорится никто не пойдет осознанно испытать получить неприятность если есть возможность ее избежать вот в горах есть какие-то различные пугалки рассказы про черных альпинистов и так далее а есть ли какие-то пугалки рассказы на Кольском полуострове вы смотрите только одна та серьезная которая как бы как вы знаете на Кольском на Сейдозере есть кульва возможно вы видели на фотографиях в интернете если набрать кульва то сразу выйдет его очертание такой здоровый дядька на вертикальной тесной здоровый дядька на вертикальной скале да 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 это как раз таки не темные камни а это вода строится и поэтому так вот мокрый камень он так вот очертание вот есть самая страшная страшная что когда кульва ногами встанет на землю земля прекратит свое существование вот по-моему это единственная такая страшная страшилка которая там существует а так вообще все по-доброму да ладно идем дальше вопрос эфира Владимира из Матищ Николай хочу задать тебе вопросы которые лично я считаю фундаментальнейшими вопросами которые обязан знать себе каждый ищущий человек может ли человек одушевлять объекты первый вопрос одушевлять объекты я уже говорил то что как есть живые объекты если есть поле машина у стола да можно только не надо на этом зацикливаться как бы мы ходим среди людей живых мы же с каждым постоянно за руку не трясемся и не зацикливаемся на их знакомстве ну да он есть да мы можем если это объект постоянно с тобой то в контакте то еще я это могу понять да как бы поскольку много зависит каким инструментом как заниматься с каким настроем что-либо делать а если один раз в жизни как бы там бегать и целовать все березы то думаю это будет излишне может ли второй вопрос может ли человек очеловечивать объекты ну например чтобы проще было и зачем это делать например здравствуй солнышко спасибо что даришь нам свет или морской свинке сшить шапочку чтобы она не мерзла ну я скажу на мой взгляд это как бы не очеловечивание потому что я вот здесь а более какое-то тесное общение но здесь надо понимать то что если солнышко это еще солнышко то морская свинка это просто как бы как предмет увлечения но не более того как собачка и прочее но здесь я думаю это не очеловечивание наверное как-то по-другому немножко хотелось спросить ежедневное общение как говорится для меня солнце это высший разум своего рода не будет солнца и нам всем придется очень печально даже вот с такой точки зрения поэтому здесь солнце и свинку поставить на одни весы нельзя это просто для примера было сказано ну может быть во всех случаях Владимир мыть еще свинка в шапочке зимой это ну скажем так вот я бы сказал это не о человечестве а более тесного контакта я счел бы что да действительно получение информации от солнца более высшего существа нашего мироздания было бы неплохо оно я думаю поделилось бы какими-либо знаниями информация а что касается свинки это оно больше так для развлечений чтобы себе любимому было не скучно тапочки носочки то есть это уже для себя так для себя любимое это такой маленький сыр для себя любимого да да вообще Владимир ты это самое будешь такие вопросы задавать я тебя гримписовцам сдам пускай они на тобой опыта проводят за то что ты свинок не любишь им зимой холодно а ты вот шапочки не жалеешь ладно идем дальше вопрос эфир от Олега из Иркутска доброго здравия Николай скажи встречал ли ты такое чудо природы как древние камни лежащие в лесной чаще а под ними дерн не продавлен как будто их вчера поставили на это место и они не присыпаны листвой хвоей и другими налетом сверху как будто сами очищаются подобное явление описывал этнолог и в Самаре Евгений Бажанов если сталкивался объясни по-своему это явление благодарю ну к сожалению такие вот я не встречался с такими те которые Сейды мы находили на ней там бывало у них как бы ну все вещи можно было объяснить а такого как было описано вот в таком понимании в ключе не было вообще Сейды бывают разные но вот как было описано нет такого не было вот здесь уточнение Гриша написал вы два раза ушли от ответа я думаю имелось ввиду одухотворять неодухотворенные объекты когда про солнышко и про свинку говорили думаю имелось ввиду одухотворять неодухотворенные объекты ну вопрос для меня немножко непонятный скажем так ну к примеру разговаривать разговаривать с камнем подошел обнял камень сказать дружище сколько тут миллионов лет лежишь не холодно тебе давай поделимся со мной информацией как себя чувствуешь ну скажем так для кого-то понимаете у нас у всех разное мир восприятия скажем для меня любой камень это живой организм поэтому я немножко не совсем понимаю информацию один камень при взаимодействии человеком он поднимает кундалини другой камень производит очищение другой камень чистит третий там что-то еще то есть они все живые и есть камни исторические которые есть библиотеки камни там скажем различные где люди могут считывать информацию или видеть какие-то символы но к сожалению дальше этих видений этих символов они не могут ничего понять да скажем есть минеральное царство оно живое есть растительное царство оно живое и говорить о том что я духовен не духовен здесь я вот этот момент не воспринял как бы не понял то что на мой взгляд все вот эти минеральное растительное это все оно живое и достойно уважения и восприятия как существо разумное другой вопрос как мы к этому относимся и воспринимаем ли мы его таковым. И вот в этом ракурсе. Если для нас деревья все это просто лес для полов, для рам, то да, для кого-то того же плотника возможно будет смешно говорить с березой. Но если ты пришел в лес, увидел какую-то березу, ты понимаешь, что эта береза не простая, что она как бы старше в этой березовой роще, то да, почему бы к ней не присесть, не прислониться. Не случайно же есть там разные моменты, что если прижаться спиной к березе, то будет идти очищение одних чакр. А что тогда сказать? Она просто бревно, а что тогда? Она чистит тебя. Просто и тот мир, который мы иногда считаем, что он неодухворенный, не живой, а просто мертвый, он иногда более, он бывает снисходительный по отношению к человеку и более бескорыстный, отзывчивый, идет на помощь, даже зная, что завтра ты придешь с топором с пилой и спилишь или разрушишь. Ну вот если каким-то древним писанием следовать, то сказано, что у всего, что присутствует на земле и вне земли есть душа своя и у камня в частности. Поэтому говорить о духотворенности и недухотворенности, про камень, например, или какой-то объект, который не движется и не издает звуки, ну, наверное, с точки зрения древних наших учений не совсем правильно. Ну, я просто вернусь к тому, что вот, что моя вот такая теория, то, что я вот, да, вот по биополю, если пять сантиметров присутствует, она душа есть, это живой организм. Неважно, говорит он с тобой языком или как, или ты только его как бы по-другому можешь воспринимать. И все оно имеет поле. И иногда не только пять сантиметров, а и намного большие поля. И более сильные. В общем, если, Владимир Азамутич, мы отдаем на растерзание гринписовцам, то вот здесь вот с Гришей более сложно. Я думаю, он не нарушил право свинки. Он, наоборот, о ней позаботился. А с камнями, как вот видишь, Гриша-то сказал, что недухотворенные они, оказывается, они душу не есть. Ну, ладно, разберемся как-нибудь. И на Гришу найдем управу. Ладно, идем дальше. Угу. Значит, про камни поговорили. Идем, идем к следующему вопросу. Вот, пришли. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Николай, встречали ты окаменевшие останки древних многокилометровых высоту деревьев Кремниевой эры на Кольском полуострове, которые современные ученые классифицируют как скалы, например, скала дьявола и тропа великанов. В Ирландии, скалы в Аризоне. Твоя версия их уничтожения в результате войны, бедствия или их спиливания высокотехнологичной цивилизации предков, так как поверхность у них пологая. Благодарю. Таких вот сооружений, как скала дьявола в Аризоне, мне не встречалось. Мне встречались другие моменты, когда было очень забавно видеть поверхность, которая как мозаика выложена. И ты понимаешь, что каждая мозаика – это отдельный столб, который уходит в землю. То есть, как бы столбушки вот такие вот, такие вот столбушки. Да, они встречались, как и на Кольском, и в Тувее, там и в разных местах еще я их видел. Что это такое? Камень или какая-то растительность прошлого, и вот это ее остатки. Мы знаем же, что побеги у нас растут, и они тоже волокнистые. То ли это волокно какое-то отдельное, какого-то когда-то могучего дерева, или это что-то другое. К сожалению, я просто это фотографировал, просто рассматривал, но дальше этого пока я не вдавался в подробности. Но то, что это действительно очень интересный момент, они разной высоты, но форма у них где-то шестиграничек, где-то восьми, где-то вот, и они так все прижаты друг к другу, и эти столбушки вот так вот стоят. То есть, ты всегда думаешь, что это такое, вот, как это так произошло. Вопросы возникали, но как-то так, особенно пока этим не занимался. От Владимира из Матич вопрос. Николай, если действовать логически и отбросить всю сентиментальную сказочную шелуху, которая прилипает к посетителям Русского Севера, что останется? Наверняка останутся факты. Вопрос у меня такой, почему каждый посетитель Русского Севера сперва придумывает фантастические теории, а потом подбирает под них факты? Здравомыслие где? Ну, здесь для меня, как бы, следующий момент. Если я про себя говорю, я не беру всех других, мне, как бы, за всех отвечать не буду. Если я иду по каменной пустыне, да, вот, по Плоскогорье, я вижу, на ровной пластине лежит, нет ни одной горы, и лежит огромный камень. Ну, логически предположить, что прикатиться ему неоткуда. Просто ему прикатиться неоткуда. Упасть ему тоже неоткуда. Горы нет. Начинаешь рассматривать другие камни рядом, ты видишь их необработку. Как бы, вот, видишь разный уровень камней, скажем, мы с вами понимаем, что если есть такое понятие, как залегание породы, то она вся однородная, там, какие-то там есть пологие, где-то как-то так, вверх-вниз, там, цвет, тень, все перед структурой, там, да, вот. Но, если, скажем, здесь кусок непонятной глыбы кварца белого, тут какой-то кусок красного камня непонятного, тут другая плита какая-то лежит, извините, породы так не залегают. Они либо идут пластами, перетекая, как-то глыбами, но, чтобы вот так вот лежали, непонятно взявшись откуда вот камни, то получается, что либо где-то должно быть место взрыва, которое должно было перебросить. Это всего лишь версия. Но другого объяснения нет. Как бы, я сомневаюсь, что у кого-то был такой спортивный интерес взять огромный камень выше меня ростом и катить его. И прикатить его именно вот сюда подальше. Вот зачем? Не надо. Значит, как-то он сюда прилетел. И когда ты находишь различные... А если мы с вами посмотрим на рельеф, то он полукругом идет. Во многих местах все идет так полукругами, так полукругами. Некоторые полукруги эти затоплены водой, озера. И вот думаешь, интересно, от чего вот такой вот окружность такая появляется? Либо это будет взрыв. И тогда вот отсюда, да, действительно, может быть, за километр улетел этот булыжник. Или что, или как. То есть здесь, понимаете, нет. Я насколько говорю, что нас настолько научили ни на что не обращать внимания и верить науке, которая фальсифицирует все, что только можно, начиная от остатков великанов, которые нигде не афишируются, которые Дарвина там все проповедуют везде, хотя многие страны уже доказали и отказали, что это все не так, не может это быть теория нормальной. То самому приходится, как бы, да, придумывать и анализировать какие-то выводы, что я сам себе говорю, вот этот камень здесь не может ниоткуда взяться. Его никто не прикатит, и ему падать несколько. Значит, он отсюда прилетел откуда? Да вот так хотя бы и стоит говорить. Потому что там есть полукруг, направленный в эту зону. Это возможно. Я просто, первая моя специальность, это офицер, я офицер запаса, сапер. Поэтому направление разлета осколков мне знакомо. И поэтому здесь, если я направление смотрю, то я могу предположить, да, действительно, на таком удалении этот булыжничек мог улететь и упасть, и просто прилечь. Вектор, как бы, разлета совпадает. Вот, поэтому здесь, я вообще стараюсь, у меня какое-то такое восприятие к научной литературе, отторжение идет, как-то я не очень воспринимаю все эти научные выкладки. Мне больше, как бы, больше нравится, когда ты сам выходишь, смотришь, и мы все, ну, не один, а вот нас, группа, да, вот, и начинаем, откуда это, а что это, а почему это, а поговори с ним, а спроси его, а что, а какое поле у него, какая там динамика. То есть, когда коллективно, я подчеркиваю еще, что наши силы только в коллективе. Когда коллективный подход, кто-то обратит внимание на то, что упустил его сосед, и в результате все будут, мы все будем выигрыши. Поэтому здесь, как бы, у меня такой... Ну, есть же, к примеру, олимпийские игры, а здесь, может быть, гиперборейские игры. Кто-то взял эти камушки, покидал, там, занимались спортом ребята, разминались, так сказать, и бросали камушки. Ну, понятно, что шутка-шутка, конечно. У меня рос там, и его не взять, не было... Нет, нет, а тогда были люди, люди там были просто покрепче, посерьезнее. Да мало ли чем могли люди заниматься. Ну, хорошо. В общем, предположение, что это все-таки были какие-то взрывы, да, что это не просто так все разлетелось. Да, есть такое. Хорошо, дальше следующий вопрос в эфир. Николай, встречались ли вам на пути зверье, медведи всякие, волки? Если да, то как вы с ними находили общий язык? Представляю, сосед Николай, рядом волк, там, справа волк, слева медведь, выслали языки и до вечера ищут на языках, есть ли там что-нибудь общее. Ну, так все, встречались, не встречались? На Кольском живность, она более такая спокойная, и никто так особенно не хочет встречаться с человеком. Лишние контакты с нами не нужны. Да, действительно, там есть места, где, как говорится, если ты пойдешь туда, ты встретишься с медведем. То есть ты сам решай. Хочешь с ним встречаться? Разбирайся. Хочешь, чтобы первая чакра раскрылась, да, иди к медведю, и не хочешь? Да, 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 вот, пожалуйста, налево. Если ты не хочешь, то иди прямо, пожалуйста. Вот, все ходят прямо, и ты, иди прямо. То есть там их территория, мы их не трогаем. Как это, мой брат на той стороне деревни, да, а я на этой вот, как бы, гоняем. Вот, если там они живут, то зачем их тревожить без надобности? То есть такого не было. Что касается других походов, не на Лапландии, да, на Кольском, то да, там медведи так, ну, выйдут на тебя, так посмотрят, так это, так это. Чего пришло, да? Да, ну, они просто тоже нас так смотрят, и они понимают, что мы для них тоже, как бы, не подарки. В основном, они все, вот, те, с которыми мы встречались, они убегали от нас, не шли ни на контакт, слава богу, поэтому нам не приходило в голову думать, а что с тобой делать. Вот, поэтому здесь, конечно, были много сказок таких, как бы, приятель рассказывал там, мы как раз тогда шли, и нам делились впечатлениями. Вот тут рыбалкой занимались, ловили рыбу, забросил, думают, что я так на краю-то буду? Наклоненное дерево, встал, пошел, сел на край дерева и ловит рыбу. И тут гром среди ясного неба. Посмотрел, вроде облачка, нет, ничего, так все нормально. Дальше сидит, рыбку ловит, так кладет ее. Опять гром среди ясного неба, не понял. Тут смерт к нему его друган, на катамаранчике подплывает, так вот, ну ты что, долго сидишь, а что такого-то, ты обернись. Он смотрит, а у комеля там на берегу стоит медведь, видно хозяин этой местности. Ему не понравилось, что кто-то его рыбу здесь ловит. И это был не гром среди ясного, это был его рык. А эхо от гор, от всего вот этого ущелья, оно так отдавалось, и он не понял, что это даже сзади него медведь стоит. Ну, в общем, рыба осталась на дереве, а этот уже в катамаране, поплыли отсюда быстрее. Так вот, так вот была история. Поэтому, как правило, таких вот, чтобы прям сразу напасть, разодрать, нет. Тут такого оно не было. Зверь тоже, это его территория. Или, как вот, другая тема была, мы ночевали, да, временная стоянка, остановились в спальниках, так тент натянули. Утром просыпаемся, в пяти метрах от нас следы медведя. Ну, пришел медведь, посмотрел, кто-то приперся. Ну, наверное, уйдут завтра. Ну, ладно, пусть спят. И ушел. То есть, нас не трогал, мы все поспали, так все, утром встали и дальше своей дорогой пошли. То есть, все тихо, мирно, так вот, без каких-либо там, не надо ничего было изобретать. Ну, может быть, медведь подошел, сказал, мужик, сало есть, нету. А если найду, ну, на тебе рыбу тогда, да, и быстро в катамаран. Ладно, понятно, понятно. Про зверье поговорили. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега Зыркутска. Недавно в эфире Славянского радио был человек, который в своей речи оправдывал сдачу в аренду, а по сути распродажу родной земли. Сдача территории правительства Российской Федерации якобы, чтобы мировое сообщество не предъявило претензии по неэффективному использованию земель и прочую предательскую лабуду. Лично мое мнение, ведь это наша земля, земля наших предков, и там эффективно растут леса, текут реки, живут люди, звери, птицы и так далее. Дополняя сей текст словами Льва Толстого, мы не живем в этом мире, а всего лишь проходим через него и должны сохранять мать-природу. Как считаешь, Николай? Я согласен с вами, что просто так разбазаривать свое, то, что вам дали предки, и то, что вы должны заберечь для своих потомков, это неправильно. И меня меньше всего интересует какое-то там международное правительство. Хотя, к сожалению, да, оно подписывает, наши правительства подписывают различные договора, разрешающие, позволяющие, и непонятно что и зачем. На мой взгляд, это предательство, и ничего хорошего я в этом не вижу. Когда учился давным-давно, намного понимал, что намного интереснее заниматься интенсивным путем развития, а не экстенсивным, а именно увеличением площадей, это экстенсивный тупиковый путь развития. Поэтому здесь даже с этой точки зрения, которая была еще 30-20 лет назад, уже и так ясно, что все неправильно. Вам не хватает земли, тогда разберитесь со всеми свалками по всему миру. А не превращайте в них новые плодородные земли, благодаря которым мама земля восстанавливает свои силы. Я не одобряю подобные действия. Аналогично, согласен. Как там, Иван Васильевич, медпрофессия? Ты что-то такое-то разбазариваешь? Да на себя в властей не напасешься. Хорошо. Гриф тут уточняет. А про камушки что-нибудь будет? А то вот там на воносе фотографии указано, где там ежик такой, на камешках стоит, большой валун. Что-нибудь про него расскажете? Какие-нибудь такие вот места? Скажем так, камушков очень много. Здесь даже вот я вам одно могу сказать. Иногда просто в лагерь встанешь, и потом, как говорится, все расходятся пешими тропами налево-направо погулять, походить. И там получается, что утро – это один лес, в обед, когда солнце другое, и вечером, когда уже темнеет, то другой лес. То есть это три разные сказки. Это действительно сказки. Это вот красота, игра света, красота мха. И вот камушки, они совершенно по-другому начинают смотреть. Проявляются лики. То есть утром это был просто камень мимо стенами, мимо нее проходило. А днем на нем проявляются отцветления лики. И вот этот мир ликов, когда ты начинаешь останавливаться у этих камней и начинаешь смотреть, то ты думаешь, что кто специальный брельеф, что ли, тут делал, выбивал. А вечером идешь, уже другая картина, другой сюжет. То есть вот это действительно присутствует. И ты понимаешь, что просто так, никакой ледниковый период, поймать центр тяжести, вот такого огромного, не волна, там, плиты, и поставить вот именно вот так, на эти три каких-то камушка, или там вообще он кое-как слисает, и ты думаешь, почему ты не падаешь? Никак нельзя. И просто в такие моменты, когда находишь такие места, вот просто присаживайся, так ты начинаешь наблюдать на это и пытайся вступить в контакт с этим всем, с этой тишиной, с охраной, с миром, вот понять, что это такое, как это, почему. И мест очень много, и, как правило, если ты НТК, есть такие места, то есть разные, есть как будто плиты, а есть именно аккуратно сложенные. То, что вот, как бы, просто камушки выставят, один на другой ставят, да, допустим, это понятно, это там, чтобы тропа была, обозначение тропы, а когда ты видишь определенные сооружения, из камней сложенные, строго определенные последности, определенные высоты, определенные формы, ты понимаешь, что этот генератор кто-то для чего-то создал. Либо это портал, либо это что-то другое, либо это энергетическая точка, либо это, и вот, и здесь получается, что каждая вот такая вот находка, как бы, это своего рода интерес, и начинаем ее анализировать, и, к счастью, они, как бы, все наши. Но все-таки более подробно про эти камни можно? Какие разновидности камни встречаются? На что они похожи? В какую функцию, на твой взгляд, они выполняют? Для чего они вообще, на твой взгляд, по твоей версии, там находятся? На мой взгляд, у всех камней совершенно разные функции, начиная от того, что это просто, сейчас, как же это, дольмены, вы прекрасно понимаете, как искажаются магнитные силовые линии Земли в зоне дольментов. Вот, к сожалению, у нас нет таких приборов, чтобы измерять изменения магнитно-силовых линий Земли, у таких сооружений, но понимая, какая энергетика от них идет, я допускаю, что это страднее, а может быть, даже и мощнее, чем у дольмены, которые в Крыму или еще где-либо есть. Потому что и массивность их, потому что все сооружения, которые вот так вот мы натыкались, они выше человеческого роста и, скажем, краном не каждый из них поднять даже можно будет. Мощности не хватит. А некоторые, когда покоряют именно своей скрупулезностью, чтобы сложить плоскостные камни именно в определенной последовательности, именно чтобы понятно, что там по частотам все подобрано не абы как строго определенной высоты и формы. Но это каждый камень он выполняет свое. Либо это как вот для работы планетарного масштаба, а может быть и даже больше. То есть это не просто какие-то украшения, да? Они функционал какой-то определенный имеют? Нет. Это функционал в прямом смысле. И тут надо прекрасно понимать, что разрушение таких ответственностей она наступает очень, как правило, быстро. Вспомним, даже если вот Молдашева, который нашел пирамиды в Крыму, что ли, это у него было дело, так как его один рабочий разрушил элемент пирамиды в результате один элемент был разрушен, и человечек умер. Поэтому здесь, прикасаясь к миру энергии, надо понимать, что если ты нарушаешь, вторгаешься в чье-то неведомое, то сам виноват. Поэтому надо быть аккуратным и принимать уважение. Если ты не понимаешь что-либо, то, по крайней мере, надо понимать это с уважением и не стараться все разрушить, разровнять, потому что понятие еще как бы космический закон это ответственности, причины следственных связей. Никто не отменял, он всегда будет действовать. Хорошо. Смотрим дальше. Следующие вопросы к нам поступали в чате. Ёлка. Вопрос в эфир от Елены из Рязани. Возможно ли современному человеку или группе лиц создать место силы? Благодарю. Да, безусловно, можно. Места силы они могут быть как природного происхождения, техногенного происхождения, скажем, его не было, но там произошло какое-нибудь землетрясение, оно могло появиться. Так и не зря говорят, что есть намоленные места. То есть проводились всевозможные обряды и открывалась энергетика данной точки. И не только вот, как говорится, эти места, силы, они могут как бы быть направленного действия. То есть если работа проводилась в определенном направлении, то такое направление оно и будет. Хорошо. Дальше. Вопрос эфира Владимира Изматича. Николай, благодарю за ответы. Послушал я тебя и сформулировал. Прямо аккуратно. Послушал я вас тут всех и понял, да? Так вот, сформулировал мысль. Неужто так дальше? Нужно очень бережно и ответственно относиться к фактам необъяснимых явлений, требующих тщательного исследования, ибо много на свете желающих задурить мозг чужеродными сказками. Согласен или нет с этим? Да, да. Я с этим согласен, потому что я просто встречался с человеком, который вот, когда я был на Аркаиме, человек работал на Аркаиме, там музей, вот там показывал, он как раз занимается гончарным делом, там вот именно наших предков, как это все делал, очень красивые у него работы, и он рассказывал, как приезжали, когда это все дело хотели сначала затопить, потом затопить в него получились наши города, и как бы вот приходил этот археолог из Москвы, вот он говорит, ты понимаешь, это относится к этому, к этому периоду, это походу, да, это же русское, славянское, да, но этого же не может быть, я не могу это написать, то есть вот, когда я встречаюсь с такими людьми, которые отдают жизнь свою на развитие народа, и когда они рассказывают то, как приезжают вот эти вот все исследователи, которые потом пишут диссертации, которые потом пишут книги, и на основании этих книг и диссертации принимаются какие-то умозаключения о нашей стране, то я понимаю, что верить этому не особенно-то хочется, и надо ли. Легче вот так приехать один раз, там, на недельку посмотреть, там, на Аркаиме, как оно, что, где оно, что, встретиться с этими людьми, которые там прожили уже много, не с торгашами, потому что сейчас, к сожалению, вот эта вот нужда заставляет людей заниматься торгашством везде, даже на энергетических сильных местах, вот, а именно с теми, кто вот пытается своими руками именно вот продолжать вот это дело, вот с ними встречаться, общаться, они много расскажут про историю, как там, про все, что они сами доходят своим ежедневным взаимодействием с нашей землевой. А каким критерием ты пользуешься, когда отбираешь правду от неправды, кривду от некривду, вымысел от невымыслов? Я верю только себе. У меня, как вот дыша, вот если мне ложится эта информация, я ее принимаю, если иногда даже книгу в руки брать не хочется, не знаю почему, мне говорят, да ты что, такая хорошая, мне не нравится, я ее посмотрел, да, красиво, но я ее не возьму, мне она неинтересна. И то же самое информация, вот там, вот такая работа проводится, такая, я вот посмотрю на это, так, всегда мысли, а кто, откуда, почему, чьи энергии, откуда, так вот, что-то мне это не прозрачно, что-то мне как-то это не нравится, и все. То есть я верю только себе своей интуиции, своему восприятию, если мое тело, мой дух, моя душа это принимают, это одно, нет, значит нет. Для меня не является какими-то там авторитетами, диплома там, или там, он всю жизнь занимался этим, ну, может быть, он всю жизнь закапывал всю истину, так что ж мне теперь, радоваться этому и поклоняться ему, нет. Ну, это все-таки больше похоже на такое дело вкуса, как в анекдоте, когда мы уже говорим. дело вкуса или дело восприятия, то есть я за то, чтобы сам человек, который столкнулся с любой какой-то ситуацией, сам на себя заглядывал к себе в душу, к себе вовнутрь и ждал, когда не извне, а изнутри придет ответ, тебе это надо или нет. Это как раз мы подходим к тому самому, что я говорил, самодостаточность русского человека. Как бы это красиво или так не было, если тебе это не надо, то тебе это не надо. Зачем тебе это надо, чтобы потом эта вещь владела тобой? А у нас как бы вот сейчас, к сожалению, Запад весь этот все побольше, побольше себе, себе все любимому. Трохе Себе, да. Как прям в анекдоте к субъективному восприятию, когда два мужика сядут на необитаемом острове, один другой говорит, слушай, как вот мы с тобой без женщины входишься, какой рецепт вообще? Он говорит, а я на фотографии посмотрю, мне хорошо. Ну-ка дай посмотреть. Берет, да, смотри. Слушай, ты как же Карл Маркс, да? А мне нравится. Ясно. Так, следующий вопрос от елки через букву ЙО и с короной, чтобы разбирать, елка такая или елка редкая. Вопрос в эфир. Может быть, Йети наши, это северные обезьяны наши? Нет, это не обезьяны. Ну, я не буду объединять по классам или по тем самым, но это, я бы сказал, что это определенная цивилизация, как вот, если есть хомосапиус, то есть и такой вид разумных существ. Есть собаки, есть кошки, а это вот другой вид разумных существ, которые живут в параллельном пространстве и изрека приходят к нам вероятность его в гости так посмотреть, что мы тут наколбасили. И в случае, что начинает сам колбасить, тех, кто наколбасил, да? Ну, не исключено, потому что может всяко быть. Если он охранник, то даст прикурить. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Встречал ли ты Николай на камнях, в пещерах, скалах, славянские руны, клинопись, а также каменные, деревянные кумиры, изваяния и другие следы культуры наших предков? Благодарю. Скажем так, 100%, чтобы сказать с полной уверенностью, что это именно сделано рукотворно, я не берусь. Но находились камни, на которых были подобие отчертания рун. Я скажу так, что руны бывают разные, рунами и писали, и магические, и разные, поэтому какие-то начертания, то ли это резы были, то ли это что-то было похожее, но оно было настолько в таком состоянии плачевном, что либо это как говорится за уши можно притянуть, либо это на самом деле. Скажем, таких артефактов, которые прям 100% это да, и гадалки не ходили, то есть мне такого не попадалось. Я, наверное, никакой Америки не открою, сказав, что все-таки Кольский полуостров это довольно-то северный, часть, и там очень большие перепады температур, плюс открытая площадь, ветра и так далее, тому подобное, да еще и было какое-то воздействие, когда это все дело разрушалось, поэтому не мудрено, что вот именно в тех местах извояния различные, какие-то артефакты находятся в более плачевном состоянии, нежели чем, например, в песках Африки или где-нибудь там Ближнего Востока, где стабильная температура, ничего там не замерзает, не расширяется, не рвет, вот, наверное, вот это надо учитывать, а не так просто говорить, как некоторые ученые говорят, да, ничего там не было, ничего там не найдете. Дальше вопрос от Елены 777. Вопрос в эфире. Слышала, что существуют ходячие камни. Вы ничего подобного не замечали? Были, скажем, у меня этого не было, но у моего хорошего знакомого, Аверьянова Евгения, как бы, многие, может быть, его знают, была ситуация, когда вот он плыл на лодке, он как бы жил долгое время, работал в Туве и встречал такую, была такая особенность, один камень, огромная глыба по воде, в воде, да, мимо нее он проплывал часто, и потом она исчезла. То есть была огромная глыба, и ее не стало. Ну, как глыба, там, с автомобиля, скажем, на 2-2 такая была глыбина. Вот, и она куда-то делась, а потом на несколько километров она поднялась вверх по течению. То есть вот это вот как бы я не встречал, но вот по рассказам такой вот есть. Интересно. Так, немножко решил поплавать, да? Да, то есть поднялся вверх по течению. Вот Владимир из Тулы уточняет, помимо русской Лапландии и мест силы, где-то еще мегалиты встречались, например, в Тульской области есть конь, камень, такое место силы. Известно ли про какие-то, в том числе и про этот мегалит, какие-то данные, информация? В Туле очень много. В Туле, в Туле, в Тульской области. А, в Туле. Конь, камень. Нет, я имею в виду про где-либо еще отвечаю, то, что в Туле очень много различных встречалось нам монолитов. Там, скажем так, мне лично не доводилось ходить по тому маршруту, где даже и пирамиды встречались, которые намного вероятнее старше, чем египетские и все в этом плане. Только они заросшие. Ну, как бы очертания пирамидов есть, есть даже статуи, очеполу видно, что вот это остатки. Но, как бы, вот, все это остатки предыдущих цивилизаций. По энергическим планам некоторые статты даже разговаривают. Но, опять-таки, это не для всех и не каждый там услышит или что. Для многих это будет ну, да, вот что-то такое стоит вертикальное, да. Скажем, если Венера Миловской руки там и голова оторвали, да, а если еще и дальше все, то тоже остался бы какой-нибудь столб. Но это тоже статуя. Так и там встречаются вертикальные столбы, похожие на очертания каких-то ранее фрагментов. Вот Григорий пишет, а пусть к нам приезжает, я его по кругу повожу, каменные палатки покажу, соколиновый камень, у нас всего добра навалом. Замечательно. Так что вот... Только не зимой, надо полетать. Нет, Григорий он такой, он именно зимой, под Новый год. Ну, опять шутки, где там Екатеринбург, вот в том районе это все находится. Ну, там хорошие уральские. Я бы понял, это по Домскому, тоже недалеко. Там тоже много очень чего интересного. Так, ну, что ж, Михаил задает вопрос. Здравия всем добрым людям. Вопрос от Михаила из Москвы. Очень интересно, что означает название Лапландия. Слушаю не сначала. Если уже говорили, то я в повторе послушаю. Благодарю. Скажем, что касается Лапландии. Ну, Лапландия это не совсем наше слово. Со мной должен был встречаться на беседе быть мой друг, Чищезин Георгий, но он не смог сегодня присутствовать. и Лапландия это как бы его слово. Для меня это наш русский север. Как бы для меня лично. Но почему Лапландия, поэтому здесь как бы я вот ответить на Лапландию не смогу. Вот. А для меня Кольский это наш русский север. Именно русский. Русь наша. Понятно. В принципе все вопросы мы уже озвучили. Ну вот Василий Васильевич написал, ну уж про Пенежские утесы я молчу. Вот тебя еще и приглашают на Пенежье в Архангельской области. Приезжай, там тебя проведут, познакомят. Но этот помор, он точно тебя зимой пригласит. Самый в самую стужу, в минус 40. И будет глумиться на тобой, как ты будешь лазить и мерзнуть на этих камнях. Правильно, Васили или пошутили. Конечно же нет, он добрый, он тебя не будет зимой приглашать, он тебя летом пригласит. А в заключении у нас есть такая традиция подводить итоги сказанного. Может быть что-то такое прямо сказать. Вот об этом еще надо сказать, вот на это обратить внимание. И естественно дать какие-то напутствия, пожелать нашим слушателям доброе, вечное, для того, чтобы они могли спокойно уже пойти кто-то отдыхать, кто-то работать, ну и так далее. Пожалуйста. Что я могу от себя лично от чистого сердца пожелать? Выбираться хотя бы на выходные насколько возможно из городов и попытаться вот в чем прелесть всех вот этих походов. Не только в том, что нет вот этого суеты, шума, города, вот этой синервозности. Там полное спокойствие. И когда ты выходишь утром и твой взгляд ни во что не упирается, ни в какую ни девятиэтажку, ни в какие окна, никто тебе не сверит, никто не стучит, а если не стучит, то это дятел. Вот, и пусть, ладно, работает. Вот, и твой взгляд уходит за горизонт, и ты видишь восходящие лучи солнца, ты видишь, ощущаешь, воспринимаешь всем своим телом солнечный ветер, ты пробуждаешься вместе с природой, ты смотришь, как она, вот этот вот момент пробуждения, это очень все волшебно и богато. Удалось один раз за неделю, за месяц, это волшебство, то есть, вот это чувство свободы, оно должно быть, и, как говорится, не надо бояться ни комаров, ничего, сейчас много чего есть, как говорится, всегда мы должны помнить, что сейчас у нас есть все, но мы от этого всего зависим, а именно, когда уходим мы в поход, мы приобретаем те навыки, когда у тебя нет ничего, кроме одной спички, ты должен и себя накормить, и о друзьях позаботиться, и понять, и просушиться, и все, что угодно, как делать. То есть, первый момент, цивилизация, это хорошо, но предыдущие цивилизации погибли, и как сложится наша жизнь, наша цивилизация, непонятно, поэтому, чем больше мы будем в возможности обладать навыками, жить в гармонии с мамой природы, обладать, чтобы не зависеть ни от чего, это будут только дополнительные плюсы и баллы к нам в будущем. Вот, как бы, такое напутствие. Ну что ж, хорошее напутствие получилось, благодарю тебя за столь интересный познавательный эфир, рассуждения в живом эфире, всегда дорого слушать не то, когда рассказывает что-то научный сотрудник, не вылезающий из-за стенков своей, своего кабинета, который там протирает локти о стол, печатая многие свои труды, а вот интересно слушать человека, который был на месте событий, который практиковал что-либо, делал ощущениями, поделился, получил сначала, потом поделился, который не понаслышке знает, как там все устроено, как там все происходит. Так что низкий поклон тебе, напоминаю, что мы радиослушателям о том, что сегодня по одному из современных календарей 2 ноября 2016 года среда, по одному из старинных второй день месяца новых дорог, 7525 лета неделя, мы говорили в эфире с Николаем Иванченко про русскую Лапландию, места силы, надеюсь, разговор у нас получился интересный, информационный, полезный для всех нас, для всего нашего славянского мира. Вы можете в чате написать свои размышления по поводу эфира, ну вот первый появляется благодарю за всесторонний практичный эфир живой, всего доброго, всех благ, вот так что вот такие пожелания уже стали появляться. Будет еще желание у нас выступить, рассказать про что-то, потому что мы сегодня касались нескольких тем, которые претендуют на самостоятельный, как мне кажется, эфир, вот еще благодарю за интересный и полезный эфир. Если будет желание, приходи, пожалуйста, не забывай нас, мы тебя будем всегда помнить, потому что в скором времени появится запись эфира, и наши радиослушатели смогут слушать, писать свои наблюдения, свои пожелания. Итак, прощаюсь с вами, друзья мои, с вами был Алексей Орлов, Народное Славянское Радио, желаю всего самого доброго, до новых встреч, услышимся. Народное Славянское Радио Все нужно, все важно Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Корректор